Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», я ее ведущий Никита Васильев, мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас такой планируется достаточно большой, интересный, долгий разговор, а посвящен он, в общем-то, будет всему, да, и самому главному, это, наверное, поддержке нашего предпринимательского сообщества. Дело в том, что у нас центр «Мой бизнес» Тверской области достаточно интересные такие, да, за последние несколько дней новости предоставил, рассказал, да, проинформировал нас. В первую очередь, наверное, нужно сказать о том, что самозанятые Тверской области могут оформить отныне займ под 1% годовых. Еще раз напомню, да, это касается именно самозанятых граждан. А тверичане, в свою очередь, могут получить скидки в магазинах и в каких-то других предприятиях, организациях, если покажут вот тот самый заветный QR-код о вакцинации. Такими новостями, еще раз скажу, в конце этой осени поделился с нами Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Тверской области. Так вот, как работают вот эти новые меры поддержки, какие организации принимают участие в акции скидки за вакцинацию, об этом и многом другом мы сегодня будем говорить вместе с нашими гостями. Представлю наших сегодняшних гостей. Это Анастасия Свободина, генеральный директор Венчурного фонда Тверской области и координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Артем Грац, председатель Тверского областного отделения «Опора России». Артем, добрый день. Спасибо большое. И к нам вот совсем скоро, не поспело, к сожалению, к началу эфира присоединиться Ирина Шереметкер, председатель Ассоциации туризма Тверской области. Ирина Викторовна, вот-вот у нас на подъезде к студии, и мы надеемся, что в ближайшую рекламную паузу она к нашей дружной компании, скажем так, присоединится. Ну, начнем мы, наверное, Анастасия, с вас, да, как главного источника, ну, вас, я имею в виду, центра «Мой бизнес» Тверской области, как главного источника хороших новостей. Итак, новая мера поддержки, интересная мера поддержки, такая значимая мера поддержки, займ для самозанятых под 1%. Ну, достаточно такое интересное предложение, и мы уже вот на этой неделе успели наш телеканал пообщаться с некоторыми предпринимателями, да, которые находятся в статусе самозанятого. Заинтересовало их это предложение. Что это такое, как им воспользоваться, и как получить этот займ, расскажите, пожалуйста. Да, это новый продукт нашего фонда содействия предпринимательства, да, который у нас как раз и занимается предоставлением займов и предоставлением поручительств. Программа эта, в общем-то, не новая. Программа эта была, но с другой процентной ставкой. То есть тогда ставка была приравнена к ставке ЦБ. Буквально на этой неделе внесли изменения, и теперь самозанятые могут получить займы до 500 тысяч. Причем, если они берут до 250 тысяч, никакого поручительства обеспечения не требуется. И да, мы изменили ставку, теперь она 1%. И, в общем-то, этот займ можно направить на приобретение любой техники, которая нужна в предпринимательской деятельности. То есть там есть некоторые ограничения по назначению этого кредита, например, там нельзя покупать жилое помещение. А в основном, да, вот все оборудование, которое необходимо, там фотографы, пожалуйста, может быть, кто угодно. Любая техника в предпринимательской деятельности используемая подходит под этот займ. Ну, мы знаем, что это далеко не единственное из действующих мер поддержки, как для самозанятых граждан, да, так и в целом для бизнеса. Что вообще есть сейчас? Ну, давайте сначала, вот мы начали разговор о самозанятых, да, что сейчас доступно самозанятым вообще? Насколько вот этот статус самозанятого сейчас, он, какие он преференции дает, да, и что он открывает для тех, кто хочет, скажем так, из, вот, как раньше, да, как говорят, из налоговой вот этой тени, да, выйти? Ну, по факту сейчас самозанятые приравнены к таким же субъектам МСП. Для них в нашем центре, опять же, я, наверное, сначала скажу, что у нас вообще есть, а потом, в общем-то, мы сможем это экстравилировать, да, самозанятые. Это, опять же, предоставление займов и поручителей с фондом содействия по кредитованию. Займы до 5 миллионов в зависимости от категории предпринимателей. Например, это могут быть предприниматели на старте своей деятельности, это могут быть предприниматели, осуществляющие деятельность на монотерриториях, это могут быть предприниматели из таких приоритетных отраслей, в зависимости от категории, да, меняется ставка, в общем-то, займа. Также есть поручительства для предпринимателей, что касаемо, вот, непосредственно, там, центра поддержки предпринимательства и центра поддержки экспорта. Это организация участия предпринимателей в выставочной деятельности, то есть это могут быть как межрегиональные, так и международные выставки. Мы оплачиваем, берем на себя организацию коллективного стенда, аренду площади, застройку. В общем-то, предприниматель оплачивает только проезд и проживание своего представителя. Также у нас есть содействие предпринимателям выхода на маркетплейсы. Опять же, это продвижение своего товара на внешние какие-то рынки. У нас есть софинансирование рекламных компаний, то есть, в принципе, это, кстати, очень актуально для самозанятых, потому что это возможность заказать какую-то рекламу, фотографии, сайт. Заявить о себе, рассказать о себе тем, кто еще о тебе не знает. Да, конечно. Также у нас есть содействие в сертификации, патентовании. Опять же, что необходимо для выхода на внешние рынки, особенно там международные. То есть, там без сертификации, конечно, ничего не пройдет. В общем-то, основное, да, вот, например, выставочная деятельность не совсем подходит для самозанятых, опять-таки. Ну, масштабы, да, мы понимаем, что самозанятый гражданин, это не те объемы, которые, может быть, можно будет поставить там, в тот же Дубай, где у нас недавно были. Такие большие какие-то площадки выставочные, да. Кто сейчас, в первую очередь, самозанятые? Расскажите, кто эти люди? Самозанятых, на самом деле, у нас достаточно много. У нас больше 17 тысяч самозанятых. Отвеческая область. Да. Основной вид деятельности – это перевозки. Потом идут репетиторы. Вот, к сожалению, тех, кто у нас что-то производит, самозанятых, их не так много. То есть, там, да, небольшой такой процент. В основном, да, это вот перевозки, обучение, репетиторство, вот такие виды деятельности. Ну, как вообще, вот почувствовали за этот год, увеличилось количество желающих стать самозанятыми, а как оно растет? Напомним, да, что статус самозанятого можно получить, если я не ошибаюсь, с 2020 года. Да, с середины. Уже больше года действует, да. Растет количество желающих получить такого рода статус? Однозначно. То есть, я, конечно, сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, в начале года у нас было около 6 тысяч самозанятых. Сейчас их больше 17. То есть, нет вот этого замедления темпа прироста самозанятых. То есть, да, налоговый режим интересный. Многие, да, конечно, вначале так осторожно, да, то есть, они зарегистрировались. Но, понятное дело, что там никаких движений не было, да, они не регистрировали вот эти чеки. Но потом вот ситуация, в общем-то, начала раскручиваться. И сейчас это, конечно, достаточно такое массовое движение. Артем, ну, давайте тоже у вас поинтересуюсь. Опора России, мы знаем, достаточно такая серьезная организация, которая помогает предпринимательству, да, предпринимательскому сообществу. Вот мы начали говорить сейчас о самозанятых. Какую роль, на ваш взгляд, вот эта вот категория, да, граждан, предпринимателей играет, в общем, во всей бизнес-сфере, во всем бизнес-сообществе? И как вы-то с ними взаимодействуете? И насколько вообще для вас важна вот эта категория граждан? Ну, да. Вкратце расскажу, напомню, что такое опор России. Во-первых, это федеральная общественная организация объединения предпринимателей. Опора России, это более 87 субъектов у нас охватывает. Это самое многочисленное объединение предпринимательского сообщества. Тверское областное отделение, в частности, вот опора России, оно строится на комитетах и комиссиях у нас в регионе. То есть объединение по отраслевому сообществу. В частности, вот объединение автодилеров, автотехобслуживания, комитет по здравоохранению достаточно мощный. Возвращаясь к самозанятым, опора России была одним из инициаторов принятия данного законопроекта. Как пилотный проект он был принят в начале года. В некоторых субъектах опора России, в частности, на региональном уровне, как раз писала обращение на имя Игоря Михайловича по поводу того, чтобы на территории Тверской области режим самозанятый был введен как можно раньше. Потому что это опыт положительный, и те субъекты, которые приняли его в начале года, показали прирост числа предпринимательского сообщества. Ими в категории самозанятых. На наш взгляд, данный режим очень важен для предпринимателей, для той категории предпринимательского сообщества, которая оказывает маленький вот сфер. Вообще изначально он подразумевался как сфера услуг. То есть мы думали, что предпринимательское сообщество самозанятое, это будет сфера услуг, оказания каких-то маленьких точно. Но вот Анастасия упомянула, что такие... Ширится, ширится. Ширится. И категория, например, перевозок, когда мы так аккуратно смотрели на эту категорию людей, они перешли в категорию самозанятых. То есть они открыли для себя этот режим. Режим достаточно лояльный. То есть при регистрации через приложение в телефоне человек оказывает услуги, он может работать как с физлицами, так и с организацией. Но самое главное, что он работает в открытую, платит налоги, и бюджет региона тоже получает какие-то средства от этого. Мы продолжим разговор о мерах поддержки действующих для предпринимателей, в том числе и для самозанятых. И о многом другом поговорим. У нас небольшая рекламная пауза. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев, мы работаем в прямом эфире. Я, как и обещал, к нам во время рекламной паузы присоединилась Ирина Шереметкер, председатель ассоциации туризма Тверской области. Ирина, здравствуйте, спасибо. Во-первых, молодцы, что успели, и спасибо, что вместе с нами сегодня. Вообще, сегодняшний наш разговор посвящен многому. Мы говорим и о действующих мерах поддержки для предпринимателей региона, для самозанятых. Но важная и интересная такая новость появилась от центра «Мой бизнес» буквально недавно совсем. Дело в том, что в Тверской области начала уже действовать акция «Стимул к здоровью». И в ее рамках различные предприятия региона, организации предприятия предоставляют скидки на свои услуги для тех людей, кто вакцинировался, у кого есть вот тот самый заветный QR-код. И мы знаем, наверное, да, Ирина, я не ошибусь, если скажу, что наиболее большое количество участников этой акции, это в первую очередь кто? Организации туристической сферы, да, рестораторы, ательеры. Сфера гостеприимства, да. Ирина, ну расскажите, пожалуйста, вообще, в каком состоянии у нас сейчас пребывает сфера гостеприимства? И вот как наши ательеры и владельцы этих бизнесов, да, этих производств, предприятий, они вообще откликнулись, вот такое предложение, скидки за вакцинацию. Вообще, на самом деле, я хочу выразить огромную благодарность руководству региона за то, что поддерживают отрасль гостеприимства, за то, что у нас налажено очень активное взаимодействие. Бизнес, понимаете, бизнес работает в новых условиях, и мы приложили максимум совместных усилий для того, чтобы научить бизнес именно работать в таких сложных реалиях нашего времени, когда другие регионы, в общем-то, очень сильно пострадали от этого. Но мы, конечно, как сказать, но Тверская область в этом направлении, мы, конечно, принимаем наших гостей, принимаем туристов и обеспечиваем меры безопасности. Поэтому бизнес очень при хорошем взаимодействии, мы откликаемся на акции, которые нам предлагают наше правительство. Мы понимаем вообще необходимость проведения вакцинации у нас в регионе, потому что на предприятиях у себя мы уже, ну, на самом деле, сферу гостеприимства не заставляли там вакцинироваться до 80% как предприятия промышленные. Но, тем не менее, на некоторых наших объектах уровень вакцинации достигает 90%, на некоторых и 100%, потому что, в общем-то, работа ведется, и все хотят, на самом деле, быть здоровыми. Сейчас, во время ноябрьских праздников, отпусков, да, можно сказать, мы столкнулись с тем, что приезжали в наши средства размещения московские гости, и многие из них, на самом деле, в Рошеле обеспокоены с тем, что у нас не спрашивают QR-коды. И москвичи уже настолько, как бы, к этому привычны и говорят, что некоторые даже отказывались слиться, на самом деле. Даже так? Ничего себе. Да, потому что считают, что лучше с такими не соседствовать. Поэтому мы считаем, что у них тоже, и у нас у всех есть определенные права, что мы имеем и должны тоже себя обезопасить. Вот, поэтому мы поддерживаем, конечно, все целые вакцинации, потому что мы переживаем за свои коллективы, мы переживаем за туристов, мы переживаем за то, чтобы не было вспышек у нас на территории. И, как показала практика, после ноябрьских выходных у нас вспышек не наблюдалось. Значит, мы, в общем-то, постарались и предприняли для этого все меры. То есть, ну, сказать, что мы в упадке сферы гостеприимства, это нельзя сказать. Конечно. В целом у нас... В целом у нас... Все хорошо, все нормально. ...более-менее стабильная ситуация. Ну, так вот эта акция, стимул к здоровью, как она будет работать, кто в ней принимает участие, каким образом. То есть, ну, вот расскажите механику. Допустим, у человека есть QR-код, да, он хочет куда-то поселиться, в какой-то отель и так далее. У нас на него есть белочка. Как, да. И вот какую выгоду, прибыль, да, он получает? Какие это скидки? О какой скидке идет речь? Я, прежде всего, Анастасия, как вы начнете отвечать на вопрос, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете звонить и напрямую свой вопрос задавать по номеру 300-190. А еще у нас есть WhatsApp 848-22-300-190. Там тоже, если не хотите, например, да, звонить в студию, можете свои вопросы, интересующие вас, нашим гостям задавать. Анастасия, стимул к здоровью. Да, как работает акция, как принять в ней участие? Да, давайте я вот объясню с самого начала. Мы запланировали эту акцию как такое положительное подкрепление, мотивация именно к вакцинации, да, что если вы ответственно относитесь к своему здоровью, к здоровью коллектива, здоровью окружающих, к здоровью посетителей, опять-таки, тверские предприниматели могут предоставить скидку. У нас на сайте размещен прям баннер сразу, как на стартовой странице, вы можете там пройти и посмотреть, в общем-то, кто принимает участие. Это, конечно, не все там тверские предприниматели, но это достаточно такие крупные организации в Твери. Скидки у всех разные, то есть каждый, да, там, изыскал какие-то свои возможности предоставления, свою механику, то есть сказать, что какой-то единый механизм, и у всех, не знаю, скидка 10%, такого нет. То есть у нас мы четко прописали... То есть каждая организация настраивает под себя, правильно я понимаю? Да, да, мы четко прописали, что можно получить, вот, например, там, у каждой организации. У нас это все на сайте размещено. В общем-то, с 22 ноября действует эта акция, продлится она до 22 декабря. Мы, конечно, очень надеемся на такой положительный эффект. В основном это, да, это сфера обслуживания, это объекты общепита, объекты размещения, это автодилеры, это, там, розничные магазины. Поэтому со всей информацией об этой акции можно ознакомиться на нашем сайте. Ну вот, Анастасия, вы уже упомянули, да, в числе тех, кто участвует в этой акции, автодилеры. Артем, ну, вы у нас, скажем так, отвечаете, да, за вот эту сферу бизнеса нашего регионального. Расскажите, кто принимает участие, и вообще, насколько охотно организации откликнулись на участие в этой акции? Ну, не совсем я отвечаю, но при тесном взаимодействии, да, при тесном взаимодействии с центром «Мой бизнес», а именно они были генератором и идеологом создания данной акции, в Тверском регионе, я считаю, что у нас очень социально ответственный бизнес, и он в большей степени объединяется в отраслевые сообщества. Так, ассоциация автодилеров откликнулась и с полной готовностью участвовать в данной акции. Такие крупные автодилеры, как «Макона», «Автоинтеркар», группа компаний «Важная персона», у нас еще вот эти все дилеры, да, то есть... То есть, это крупнейшие игроки, для начала, вы так же скажете. Да, 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 самые большие, да, я считаю. «Нордавто». «Нордавто», да, «Нордавто». Каждая из этих компаний разработала свой план, то, что они будут предоставлять. Так вот, вкратце могу сказать, там «Макон» и «Интеркар», они предоставляют 10% на сервис, на обслуживание. Я считаю, что это достаточно ощутимый такой бонус для тех клиентов, которые обслуживаются в данных автосалонах. Вот, это если вкратце сказать о акции. А так, Анастасия сказала, что обо всей акции можно узнать на сайте Центра Моги. Ну, вот у нас уже начали поступать вопросы на наш WhatsApp. Я напомню, что свои вопросы нашим гостям вы можете сдавать, в том числе и через WhatsApp, по номеру 848-22-300-190. И вот вопрос уже поступает. Спрашивает зритель, в акции «Стимул здоровья» можно участвовать только один раз или можно пользоваться скидками в разных местах? Нет, можно, конечно, в разных местах. Некоторые, конечно, организации предоставляют эту скидку таким образом, да, что можно... Одно разом. Да, можно получить будет только один раз в этой организации. Но это не означает, что если я получил, например, скидку в общепите, я не могу там в объекте размещения ее получить. Мы сейчас в новостях, да, много видим, что QR-код выступает своего рода таким, да, как бы барьером, преградой, что ли, да. То есть вот где-то запрещают уже без него в общественный транспорт, где-то какие-то ограничения другие действуют. У нас, получается, история обратная. Наоборот, QR-код — это нечто такое, что даст тебе, да, дополнительные какие-то бонусы. Это в этом плане Тверской области пилотный регион, или есть такой опыт уже где-то? Вы знаете, не могу сказать про опыт, но все, мне кажется, уже так устали от этого негатива, который связан с QR-кодами и введением ограничений по QR-кодам. Поэтому мы хотели сделать, да, какое-то положительное подкрепление, что помимо того, что сама вакцинация, да, это, ну, залог какой-то вашей безопасности, так вы еще и можете, да, получить какой-то бонус за это. Здесь дополнено Анастасию. Введение ограничений и локдаунов для бизнеса — это снижение проходимости, это снижение выручки. Почему бизнес, например, активно откликнулся на эту акцию? То есть введение QR-кодов, они введят дополнительный стимул, например, введение QR-кодов как дополнительная мера может, например, способствовать расширению времени работы предприятия, пропуску, например, там, посещаемости. То есть мы это впереди, я думаю, что в перспективе, мы к этому придем. Да, да, да. И здесь, да, могу сказать о том, что вот КАПО России в 87 регионах, да, в субъектах работает и активно взаимодействует. Здесь мы, я думаю, что первые. Вопросы продолжают в WhatsApp поступать. Люди спрашивают, нужно распечатанный QR-код показывать или электронный? И где его взять? Без разницы. Вопросы взять его можно на госуслугах. В общем-то, вы просто забиваете в поисковой строке сертификация, и он практически сразу вам высвечивается, да, чтобы там не искать вот этот долгий путь какой-то в госуслугах. В общем-то, это достаточно просто и неважно в каком виде. То есть, да, обязательно сверять это с паспортом, потому что, конечно, у нас, когда вот были вот эти ограничения, вход по QR-кодам, были уже прецеденты, когда люди, ну, просто фоткали какой-то QR-код, и как в том меме вы курите за 220 рублей. Поэтому по поводу еще хотела добавить активности предпринимателей в участии в этой акции. Когда мы только бросили клич, что да, есть вот такая идея, мы за неделю, в общем-то, запустили эту акцию. То есть, мы понимаем, что, например, тот же Пщепит, это действительно отрасль, которая первая попадает под удар, если вводят ограничения. Поэтому мы понимаем, да, и свою заинтересованность, и их заинтересованность. И, да, очень активно стали присоединяться к этой акции. И, опять-таки, да, несмотря на то, что эта акция уже началась, мы, в общем-то, готовы принять в ряды партнеров этой акции до сих пор. Да, у нас, опять-таки, через сайт можно подать заявку о том, что вы там, как предприниматель, тоже хотите участвовать, тоже хотите давать какую-то скидку. И мы, естественно, рассмотрим это. Артём, у меня к вам следующий вопрос. Мы немножко уже как бы расширяем наш предмет диалога. Опора России, деятельность организации, как я уже сказал, направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства. Я хочу, чтобы вы рассказали, в каком у нас вообще сейчас состоянии малое и среднее предпринимательство. Ну, судя по всему, что возможность, есть возможность предоставлять скидки, в общем-то, состояние, наверное, не самое плачевное. Расскажите, пожалуйста, хватает ли существующих мер поддержки, которые вот у нас на территории региона есть? Ну, бизнес всегда скажет о том, что мер поддержки, конечно, маловато. Да. И это обсуждается не только на региональном и на федеральном уровне постоянно. Да, действительно, вот этот период локдауна, период, на который бизнес закрывался, он сильно ударил. Он ударил прежде всего по сфере услуг, ударил по тем предпринимателям, которые находились в крупных торговых центрах. Мы знаем, что достаточно большое количество бизнеса именно закрылось. При всем том, что Тверской регион, я всегда говорю о том, и я говорил на федеральном уровне о том, что мы достаточно аккуратно подходили к процессу закрытия той или иной сферы. Здесь огромное спасибо правительству области. В точечном режиме мы закрывали, открывали те или иные направления. Да, бизнесу сложно. Бизнесу сложно, и, как мы говорили, ему не так было сложно в период локдауна, как процесс выхода с этого локдауна. Возвращение к тем оборотам. Многие предприниматели, а я говорю именно о малых предпринимателях, у которых не было подушки безопасности для этого периода локдауна, им было достаточно сложно. Здесь опора России активно взаимодействует на федеральном уровне, потому что в основном мы получаем федеральные меры поддержки. Это МРОД, программа тем предпринимателям, которые отработали без закрытия и сокращения, то есть это выплаты. Здесь предоставление льготных займов, но опять же льготные займы теперь уже достаточно сложно получить, потому что мы видим предыдущий год за кредитой у нас предпринимателей. Но вот здесь опор России видит свою работу в тесном взаимодействии, как и сейчас. Центр мой бизнес, мы активно взаимодействуем и обсуждаем каждую проблематику и доносим информацию, опять же, до правительства области о том, в каком состоянии находится бизнес, что ему нужно именно сейчас. Я хотела добавить по тому, как вообще локдаун объявить несложно. Артем затронул вопрос выхода из локдауна. Для сферы общественного питания это на самом деле огромная нагрузка, потому что это работа с продуктами. И длительное закрытие влечет за собой списание, а открытие это вновь закупки при непогашенных предыдущих долгах. То есть это замкнутый круг, из которого не каждый может выйти. Но вот повторюсь еще раз, благодаря нашему взаимодействию и благодаря тому, что все-таки мы в состоянии, так сказать, боевой готовности были в предыдущий локдаун и онлайн, в общем-то, решались все вопросы. На вопрос о том, когда вы готовы открыться, мы в полночь готовы, и на самом деле поступали указания, мы понимаем, что будет выпущено постановление, мы уже были готовы открыться. И, в общем-то, бизнес этого приветствует. И 20 июня прошлого года, этого года, да? Или прошлого? Прошлого. Прошлого года это произошло. Есть даже инициатива сделать это днем Тверской сферы питания. Свобода, да. Потому что вот до сих пор я тоже имею контакты с Федерацией рестораторов-фотельеров на федеральном уровне, и я вижу, как другие регионы до сих пор с ограничениями работают и доказывают, доказывают. Но позиция правительства различных регионов, ну, подумаешь, одни закроются, другие откроются. То есть у нас такого нету отношения. Расскажите, пожалуйста, все-таки, в каком состоянии наша туристическая отрасль? Да, очень интересно. Потому что мы понимаем, что во время пандемии одно из пострадавших направлений было именно вот, да, сфера гостеприимства, туризм и так далее. Закрывались, в первую очередь, да, вот эти вот организации и предприятия. Что сейчас происходит и к чему мы приходим вот к концу второго года пандемии? Ну, сказать, что у нас авральная ситуация в связи с пандемией, наверное, это неправильно, потому что все-таки турпоток, он у нас существует. Конечно, количество групповых туров, организованных туристов, оно уменьшилось. У нас стала расти доля индивидуального туриста, и группы туристические стали по численности меньше. И так стараются, как бы, обособленные. Массовые мероприятия тоже, в общем-то, ну, не настолько распространены сейчас и пользуются успехом. Ну, такие масштабные они. Да, масштабные мы все-таки стараемся не проводить. Но даже если они проходят, то они, ну, на самом деле, не в таком формате, в котором хотелось бы, поэтому мы сейчас просто чуть-чуть отсрочили их проведение. А вообще мы наблюдаем, конечно, и Министерство туризма сейчас с Золотым кольцом Верхневолжья, с Золотым кольцом России мы вошли в маршрут федеральный, развиваем Пушкинское кольцо в Верхневолжье. Это тоже очень такая атмосферная тема для Тверской области. Государева дорога, туристы уже по ней едут. И благодаря продвиженческим вот этим мероприятиям, которые делает Министерство, мы думаем, что, предполагаем, что сейчас и индивидуальный турпоток пойдет гораздо активнее. Ну, в общем-то, конечно, свои сложности существуют, но, в принципе, в других регионах уже весь общепит работает по QR-кодам. Я сейчас была на форуме в Крыму, там чай не смогли попить, просто пришли, там паспорт машины остался, и все. И на этом мы развернулись и ушли. На этом общепите закончилось? Но, тем не менее, все равно, как бы, Тверская область звучит, турист едет, и, слава богу, у нас территория наша популярная, очень благодаря транспортной доступности. У нас дороги сейчас и к туристическим объектам, и к объектам показа, они или уже отремонтированы, или будут отремонтированы в ближайшем будущем. Благодаря участию в федеральных проектах мы получили статус дорог от Калязина до Ржева, это федеральные трассы теперь, и, соответственно, там будут совершенно другие условия содержания и ремонтов, поэтому перспектив очень много. Конечно, логистика в Тверской области это основа основ, и мы как раз здесь попадаем, плюс богатейшее культурно-историческое наследие, богатейшая природа, чистейшая природа при нашей огромной территории региона, при небольшом количестве проживающих граждан, всего миллион двести человек проживают на территории Тверской области, это вообще, ну, о чем можно говорить? Мы сохранили и свои водные ресурсы, у нас чистейшие озера, истоки рек, истоки, это прежде всего чистота территорий, поэтому приглашаем всех, и любите наш Тверской край, мы сами, чтобы любили и знали. Ирина пока отвечала на вопрос, все-таки так или иначе коснулась вновь темы QR-кодов, так называемых пресловутых, пока это все местечково, пока это все регионально, на уровне субъектов решается, но уже есть разговоры, да, и есть наметки того, что и на общефедеральном уровне эта история может начать работать. Артем, какие здесь перспективы, и насколько это может бизнесу повредить, помочь? Нет, здесь я полностью поддерживаю введение системы QR-кодов, я против ограничительных мер, а по поводу стимулирования бизнеса, бизнес целиком и полностью поддерживаю, так вот Александр Калинин, это президент опоры России, выступая на очередном совещании, говорил о том, что QR-коды, они являются стимулом и поддержкой, то есть снижение, как я говорил, уже части затрат, связанных с недополученной прибыли бизнесом, соответственно, открытием больше широких возможностей, то есть, как я и сказал уже, увеличение времени работы, увеличение количества посещаемости данного объекта, значит, количество людей по размещению, то есть сейчас у нас существует ограничение, да, по 50%, то есть заполняемости, здесь прежде всего, опять же, рестораторы, здесь сфера услуг кинотеатра, здесь еще какие-то сферы услуг, опять же, заведения, такие сферы услуг, как, например, меньше связанных с количеством людей, да, с введением QR-кодов, они смогут получать более, больше поток людей и привлечение больше клиентов для своего бизнеса. Я думаю, что здесь и опор России на федеральном уровне поддерживают введение QR-кодов, здесь вот мы уже обсуждали несколько законопроектов, которые уже внесены в Госдуму. Давайте напомним на нашем деле. Да, 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 первый законопроект поправка в федеральный закон о санитарно-педиологическом благополучии населения, в соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых предприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания, розничный торговый с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документы подтверждают, что человек переболел, либо медицинского отвода. Ну, здесь, я думаю, что на уровне региона будут дополнительные с мед. отводом дополнительное разъяснение Роспотребнадзора. Здесь мы будем ждать. И второй, тоже достаточно важный законопроект, который будет, опять же, повлечет развитие туристических направлений. Это с введением QR-кода на железной дороге на общественном транспорте. Это вот поправка в воздушный кодекс РФ, федеральный закон устав железной дороги. Он, в свою очередь, предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет и о международных и междугородних перевозках. Вот эти такие достаточно важные. Резюмировать, то бизнесу введение QR-кодов бояться не нужно. Правильно я понял? Нет. Я думаю, что бизнес будет получать дополнительно плюсы только от введения QR-кодов. Опять же, то есть другие. Единственное, что здесь нужно соблюдать, я думаю, что и смотреть четкий баланс. То есть, если мы введем QR-коды, то значит, другие какие-то ограничительные меры, я думаю, что мы должны убирать и баланс. Да, баланс. Анастасия, к вам вопрос. А чего вообще боялся бизнес в этом году? Год по-прежнему у нас, как ни крути, пандемийный. Каким он был для предпринимательского сообщества и для центра «Мой бизнес» в частности? Вот так дайте оценку, скажем так. В общем-то, уже на сут декабря принято к концу года подводить итоги. Знаете, я вот сейчас хотела сказать несколько слов про ограничения, связанные с QR-кодами. У предпринимателей складывается такое ложное впечатление, что если ограничения снимают, их больше не введут. То есть, мы как будто сейчас этот этап прошли и больше это не повторится. Можно расслабиться и уже все хорошо. Это, конечно, не та ситуация, к сожалению. Мы наблюдали достаточно низкий уровень заболеваемости и потом в какой-то момент, опять-таки, начался сезон гриппа, простуда и всего остального. И потом вот этот рост заболевших резко скаканул. И вот тогда уже, опять-таки, ввели ограничения. И, опять-таки, и акция, и вообще, в принципе, все призывы к вакцинации как раз для того и сделаны, чтобы сказать людям, что да, вот то, что, например, сейчас все хорошо, к сожалению, не факт, что если вы там не привьетесь и не будете к этому ответственно относиться, что вся ситуация не повторится. Я, конечно, очень надеюсь, что у нас не будет такого закрытия, как в 2020 году, когда вообще все закрыто. Но надо понимать, что такая динамика в других регионах, она существует. Поэтому здесь расслабляться, к сожалению, нельзя. Что касаемо каких-то итогов, в этом году мы отметили свое двухлетие. Да, у нас 1 ноября было, нам два года исполнилось. За два года мы оказали более 20 тысяч в консультации и мер поддержки предоставили. В этом году у нас уже прошло больше 140 образовательных мероприятий, больше 4 тысяч человек приняли в нем участие. И вообще, конечно, для нас год, особенно на фоне 20-го, такой достаточно активный. Потому что надо понимать, что в том году, естественно, на нас тоже наложились вот эти ограничения, мы проводили все свои мероприятия в онлайн-режиме, переходили тоже, подстраивались на ведение какой-то своей деятельности. Этот год у нас, конечно, достаточно такой активный, и мы активно участвовали в разъяснении тех нормативных актов, которые выходили, связанные и с вакцинацией, когда было первое постановление главного санитарного врача о прививках, 60% коллективов делали разъяснение. У нас очень активное взаимодействие налажено с Роспотребнадзором, когда у людей, естественно, возникают какие-то вопросы по ведению тех же ковидных паспортов и так далее. У нас, конечно, в этом году была очень активная разъяснительная деятельность. Какие меры поддержки, например, стали самыми популярными в этом году? Они остались же, опять-таки, займы очень активно рекламной кампании. Мы по своим, например, мерам поддержки не видим каких-то провалов. То есть, нашими мерами как пользовались в 2020 году, так активно пользуются и в этом. Естественно, добавились еще федеральные меры поддержки, опять-таки, связанные с ковидом. Я напоминаю, что до 15 декабря есть возможность получить у пострадавших отраслей субсидию на сотрудников размере МРОД. Поэтому, кто не успел еще активно все это можно узнать на сайте ОФНС Тверской области. Проверить свой, введя свой ННН, проверить, являетесь вы пострадавшим от рассудения или нет. Да, федеральные меры поддержки такой же инструмент, механизм, в общем-то, как было в том году по предоставлению МРОД. Поэтому, кто еще не воспользовался, обязательно воспользуйтесь. Немного времени у нас остается до эфира. Ирин, к вам, наверное, один из последних вопросов уже. 2022 год, как вы думаете, каким он будет для... Ну, вы, в первую очередь, за сферу гостеприимства, за туризм Тверской области отвечаете. Чего ждете? Чего бы хотелось бы увидеть? Ждем, конечно, туристов, работаем над этим, повышаем уровень обслуживания, уровень качества предоставления услуг. Бизнес изобретает многие новые направления, и, в общем-то, правительство это всего поддерживает. И что хочется сказать, что я думаю, что Тверская область будет, на самом деле, флагманом, кто легче всего перейдет на новый режим работы, потому что мы уже умеем работать в новых условиях. И для нас это, в общем-то, привычное состояние. Не напугает нас. Не напугает нас. Да, поэтому мы всячески я думаю, что просто хочется повториться, что на федеральном уровне допустим, тверские предприниматели поддерживают введением таких акций. Я думаю, что она будет продолжаться. Эта акция будет гораздо больше участников, потому что это тоже способ продвижения предприятий, потому что и дополнительная реклама для них. И, в общем-то, наверное, это более правильный такой инновационный подход к ограничениям. И мы получим соответствующий экономический результат именно потому, что у нас бизнес работает более в стабильных условиях и сохранять рабочие места, конечно, это очень важно, потому что мы наблюдали в период локдауна, что из отрасли начали, из рискованных отраслей начали уходить люди в промышленности, на предприятии непрерывного цикла, потому что там нет вот таких потрясений, конечно, минимальные зарплаты это хорошо, но это далеко не возможность существовать в нормальных условиях. поэтому здесь я думаю, что мы все-таки будем более стабильной территории и подойдем к сезону подготовленными и летний сезон отработаем, тем более планов очень много и дай бог вся вакцинация это пройдет быстро и активно и я вижу, что на промышленных предприятиях такие вопросы не стоят вообще и предприятие работает со своими коллективами вопросы недопонимания может быть они присутствуют в малом бизнесе потому что они как-то более разобщены вот в этой ситуации поэтому мне кажется что все у нас будет нормально оптимистично если так резюмировать у меня да я считаю что те кто привился они спокойно воспринимают это все в основном как бы возмущаются и те кто не хочет прививаться их становится все меньше и меньше и в общем-то я думаю что скоро все поймут что это наши необходимости в новой реальности ну что ж я благодарю наших гостей за участие в программе я напомню что сегодня мы в общем-то о многом поговорили мы поговорили о действующих мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства региона мы поговорили о том что акция действует на территории Верхневолчья стимул к здоровью в рамках которой целый ряд организаций и предприятий предоставляют скидки при предъявлении QR-кодов о вакцинации спасибо большое я ну в общем-то давайте еще раз я скажу что Анастасия Свободина генеральный директор венчурного фонда Тверской области и координатор проекта мой бизнес Тверской области сегодня вместе с нами в студии была Ирина Шереметки председатель ассоциации туризма Тверской области и Артем Грац председатель Тверского областного отделения опоры России спасибо большое меня зовут Никита Васильев вы смотрели программу тема дня до свидания и удачи Субтитры сделал DimaTorzok